Всем привет! Добро пожаловать на мой канал с возвращением. И у меня стартовала акция на бесплатную личную консультацию. Уже она проходит. Сегодня ко мне обратились несколько человек, за что я благодарна. Благодарю за доверие. Вот вся информация по поводу бесплатной акции. Обращайтесь на вайбер, либо ватсап. Номер телефона указан на канале, в разделе о канале. Заходите. У меня кто-то писал, где номер телефона. Девочки, все находится на канале. Ничего засекреченного нет. Вся информация открыта. Кто хотел, сегодня ко мне обратились несколько человек. Кто хотел, тот нашел. А сегодня будет расклад на тему, как вам быть в вашей сложной ситуации. Давайте сначала посмотрим, в какой же сложной ситуации вы сейчас находитесь на данный момент. Что у вас сейчас в жизни происходит. Думаете вы принять какое-то решение, точку поставить? Да, как-то прояснить ситуацию. Какое-то прояснение, чтобы выяснить для себя, что ли. Много думаете об этом. Что это у вас за ситуация такая? Что-то новое. Новое начинание в делах, в работе, в бизнесе. Какое-то новое начинание. И вы сейчас много думаете об этом. Да, хотите вот как-то для себя прояснить, как поступать, как действовать, как будет лучше. Да, уже как говорится, труба зовет, нужно действовать. А вы вот как-то думаете много об этом. А говорят уже действуй, действуй. Ну и сейчас у вас ситуация, знаете, даже если какие-то трудности, то эти все трудности остаются позади. Происходит у вас сейчас какая-то трансформация, перерождение, трансформация всей вашей жизни, какие-то глобальные изменения, трансформация вас, как вашей личности. Изменения тоже идут в вашей личности, в вашем характере. Что-то вы для себя осознали, да? Приняли решение, например, что я буду себя вести иначе. Как-то вот приняли решение, вот я же говорю, что касается какого-то вашего развития. Возможно, какие-то, знаете, вот все, что связано с хобби, вы решили, например, монетизировать свое хобби, да? Поставить на поток, чтобы это хобби ваше приносило стабильный доход. Чтобы это было не просто хобби, а постоянный бизнес, что-то такое. Вы решили для себя, да, вот поставили эту точку, что все, я решила. Вот, и, собственно, как-то вы сейчас вот в этом направлении двигаетесь. Но даже если какие-то остаются еще трудности, то это уже будет потихоньку уже как-то уходить в прошлое. Эти трудности уже потихоньку будут уходить. Потому что сейчас у вас абсолютно какое-то обновление происходит. Говорят, что вот по этой карте также какие-то очень большие трудности вы пережили вот совсем недавно. Это была у кого-то и очень тяжелая, затяжная болезнь, страшная. Вот как будто бы, знаете, были на грани жизни и смерти. Вот чудом остались живы, скажем так. У кого-то, возможно, реанимация была, как клиническая смерть. Ну, знаете, вот когда с того света вытянули, да, человек поднялся, вот выжил, восстал. Дальше. Ну, это может быть связано со всей сферой вашей жизни и в личных отношениях. У кого-то очень тяжелый, возможно, разрыв был. И из-за этого у вас какой-то был затяжной такой тяжелый период. Но, опять же, вы сейчас как-то оправляетесь после этого, восстанавливаетесь, да. Опять же, тут еще можно что сказать по поводу денег, по поводу работы. Какие-то тоже глобальные такие проблемы были, тяжелые. Когда, к примеру, долги нужно раздавать, да, либо выплачивать кредиты всевозможные, а денег нет. Ну, вот что-то такое. И у вас этот период сейчас заканчивается. Но, знаете, для вас это было как какое-то высшее наказание. Не то, что наказание, а как-то вы какой-то свой урок проходили. Какую-то свою отработку кармическую. Тут, может быть, даже по роду, знаете, что-то вы как отрабатывали. Уроки какие-то вы проходили. Но, дело в том, что говорят, что вы прошли этот урок. Что сейчас у вас начинается что-то новое. Да, открываются у вас сейчас пути. А как будто бы долгое время были у вас эти пути, дороги закрыты. Возможно, даже кто-то из вас думал, что на вас порча какая-то есть, сглаз. Да, что вот длительный затяжной период у вас проблемы эти вас сопровождали. Да, и никакого просвета не было. Но сейчас говорят, что вы этот урок свой, какую-то отработку прошли. Все, так как раньше уже не будет. У вас сейчас новые дороги открываются, какие-то возможности. Вот действительно, если кто из вас думает, решил начать бизнес, что будет потихоньку развиваться. Вот энергия у вас будет прибавляться. Вы как-то будете больше двигаться в этом направлении. Кто из вас решил хобби свое монетизировать? Да, опять же, будет развитие какое-то. Кто из вас решил сменить какую-то смену деятельности? Вот с одной работы ушли, к примеру, на другую устроились тоже. Там на этой новой работе пойдет более какой-то... Ваш рост будет идти профессиональный здесь и денежный. Но во всяком случае, карты такие активные, деятельные. Что вы сейчас очень много как-то активничаете в этом направлении. Что касается именно какой-то своей деятельности, какой-то реализации своей. Много планируете. Да, но говорят, уже действуй. Хватит планировать, уже пора действовать. Да, для вас действительно какая-то трансформация проходила сейчас. Заканчивается. В каких-то вы уроках находились. И смотрите, вот что говорят. Вы раньше как была такая вот тонкослезка, скажем, да, тонкая, ранимая. Девушка, которую могли все ранить, все обидеть. И судя по всему, это так и происходило. Вот каждый, кому не лень, вот как-то пытался вас клюнуть, как-то обидеть, в чем-то указать. Вот что-то такое. Как-то вот вы такая тонкая, ранимая, да, как будто бы не могли за себя постоять, что ли. Вот такая вот нежная. Но для вас сейчас какая происходит трансформация? Вы как бы в душе, вы такая и остаетесь, естественно. Потому что, ну, вы такая родились. Это часть вашего характера, да. То, что вы ранимая, чувствительная. Это же никуда уже не уйдет. Вот так же. Но как-то вот благодаря вот этим вот пережитым трудностям, что-то вот, что-то вы пережили в своей жизни, да, что-то вы для себя осознали такое вот. Какой-то переворот в вашей душе произошел. Благодаря этому вы сейчас становитесь более уверенная. Вы из этой королевы кубков сейчас превращаетесь в императрицу. А что такое, кто такая императрица? В императрице совмещены все четыре королевы. И королева кубков, и королева жезлов, которая знает, как нужно действовать. И королева пентаклей, которая нацелена на результат, вот на материальное. И королева мечей, которая в нужный момент может включить этот свой трезвый ум, какой-то холодный расчет, может за себя постоять в нужный момент, этот меч достать. Вот. Кто такая императрица? Совмещает в себе все четыре стихии. Вот вы сейчас превращаетесь в эту императрицу, которая уже женщина становится более уверенная, знает, чего она хочет по жизни, ставит перед собой планы. Не просто так вот, знаете, вот по жизни такая вот воздушная, мечтает о чем-то. Вот сейчас появится в моей жизни мужчина какой-то, и он меня спасет, порешает все проблемы, как говорится. Да? Нет. Вы сейчас как-то осознали, что никто не придет и не порешает. Я это сама должна делать. Да? Знаете, уже как-то знаете, чего вы хотите, и вы сейчас к этому идете, причем уверенно, целенаправленно. И что-то уже у вас получается. как-то и в доме более ситуация стабилизировалась. И вот что связано с вашей деятельностью. Хотя вот показаны какие-то сейчас начальные этапы, но все равно как-то вы, по крайней мере, уже для себя нашли какой-то вектор направления. Вы для себя уже как-то поняли, куда мне двигаться, над чем мне сейчас работать. Какое-то действительно прояснение ситуации у вас сейчас произошло. А до этого вы как будто бы долгое время не знали, куда мне идти, чем мне заниматься, как жить вообще. А сейчас вы, женщина уверенная, показываете себя, демонстрируете, что вы твердо стоите на ногах, вы знаете, чего вы хотите, и вы к этому планомерно идете. Да, как-то вы... Отлично. Три старших аркана. Энергетика у вас сейчас повышается. Какой-то вот жизненный тонус. Вы вошли сейчас вот в какую-то свою, знаете, вот гармонию. Как-то больше ваши эмоции. Раньше вы были больше эмоциональны. Ну вот, как я говорила, тонко слезка, да. Чуть что сразу в слезы. Как-то все близко к сердцу воспринимали. Расстраивались из-за этого очень сильно. Ну, очень много эмоций, эмоций. Но сейчас как-то вы приходите в гармонию. Вы уже как-то научились вот справляться со своими эмоциями, научились как-то свое настроение регулировать, что ли, управлять своим настроением, да. Что вы сейчас уже более хладнокровно смотрите вот на поведение окружающих. Более хладнокровно реагируете, вернее. Что это вас уже не так сейчас выбивает. Да, чье-то хамство, какое-то, чье-то неуважение. Вы можете как-то уже более спокойно на это реагировать. Потому что, опять же, вот пришла у вас сейчас какая-то вот уверенность в себе. И вы понимаете, ну что я буду на каждого дурака реагировать, да. От меня, что тогда от меня останется. Опять же, вот если у кого были затяжные какие-то тяжелые болезни, выздоровление происходит у вас сейчас. Но и здесь, знаете, вот эта карта еще говорит о том, что ангел-хранитель всегда с вами. Что не бойся ничего, я всегда с тобой. Какие бы трудности ни были, я тебя поддерживаю. Но говорят, что трудностей уже не будет. То, что у вас этот был затяжной период. Вы отрабатывали, как я говорила, какие-то свои уроки. Какую-то проходили трансформацию важную. Вы это прошли все. Это уже осталось все в прошлом. Дальше. Ну смотрите, тут несколько карт тоже говорят об помощи высших сил. Кто-то из вас вызывал прям к высшим силам, молился к своему ангелу-хранителю. Говорят, что мы за вами смотрим, мы за тобой смотрим и тебе помогаем. К вам сейчас фортуна ваша поворачивается. У вас сейчас должно все как-то полностью кардинально измениться. Ну и вообще как-то тут говорят, что вас считают таким фартовым человеком, везунчиком по жизни, которому все идет в руки. Вот люди почему-то так думают. Здесь у кого-то даже может быть брак будет, потому что это брачная карта. Кто-то из вас вот становится, знаете, вот благодаря своему этому пережитому опыту, вы набираетесь такой мудрости, таких знаний, как будто бы к вам будут люди обращаться. Вот за каким-то советом, за какой-то помощью. Вот. Так, достала несколько карт на Оракуле Ленорман. Да, пришло время, пришло время как-то действовать. Пришло время к возрождению. Пришло время вот отпустить это все свое прошлое. Потому что сейчас вот что-то новое в вашей жизни происходит. Вот как этот цветок из асфальта выбивается, да, вы как-то вот из... Какое-то у вас второе дыхание, да, как птица феникс восстали из пепла. Пришло время для вас сейчас какой-то абсолютно новый, новый период в вашей жизни. Звезды. Говорят, что мечты ваши будут сбываться. Но здесь, знаете, и переезд может быть. Также вот смена деятельности глобальная. Опять же, если из вас... Кто из вас планирует... Даже не планирует, а кто из вас сейчас вот уже начал какое-то свое развитие, да, Говорят, что это будет у вас известность. Вы получите какую-то известность. Даже, возможно, по интернету. Вот может быть кто-то из вас продает, да, вещи, какие-то свои товары. То, что руками вы делаете. Это наберет известность. Что люди будут к вам обращаться. Либо как-то информацией вы какой-то владеете. Вот благодаря своему этому пережитому опыту. Что люди будут к вам опять же обращаться. За советом, за помощью. Дальше, следующая карта. Ну, здесь тоже вот достаю Ленорман. Ленорман тоже все подтверждает. Выздоровление у кого-то. У кого-то восстановление именно вот в плане материальном. Увеличение финансовых доходов. Прироста, да, какого-то финансового. В плане карьеры какая-то вот тоже рост. Даже, возможно, кто-то, знаете, выйдет на новый социальный уровень. На новый уровень жизни. Как-то вот и в быту все наладится. Возможно, переезд будет в более дорогую квартиру. Либо ремонт дорогой сделаете. Ну, здесь опять же, можно сказать, во всех сферах, да, будет какая-то роста, будет стабилизация. Ну, вот как будто бы у вас еще есть какие-то, возможно, мысли, да, о плохом. Как будто бы вот вы в прошлое возвращаетесь. Говорят, что избавляйся от этих мыслей. Либо это говорят о людях. Какие-то рядом с вами люди, которые как-то тянут вас вниз. Нытики какие-то, знаете, вот сплетники. От этих сплетников нужно избавляться. То есть это почему от них нужно избавляться? Это люди, которые сами не идут в развитие. Они вот осуждают, обсуждают, сплетничают. Они тратят свой ресурс на вот эти все разговоры. И поскольку вы рядом с ними находитесь, даже если вы и не поддерживаете эти разговоры, но все равно вы в этой компании находитесь, то вы таким образом вы тоже поощряете, получается. Да, ну раз вы с этими людьми рядом находитесь, раз вы с ними общаетесь. Как-то вы это поддерживаете, получается, негласно. И вы тоже свою туда энергию сливаете. Вы не позволяете вот что-то, чтобы это новое приходило к вам. Говорят, что избавляйся от этих людей, которые тебя вниз тянут. Вот говорят, что будь более лёгкой. Ещё легче, ещё легче. Да, вот больше для себя наслаждений каких-то, развлечений для себя устраивай. Вот вернись к своему детству. Вспомни, чем ты в детстве занималась. Да, что тебя наполняло, что тебя радовало. Чем ты любила заниматься, когда находилась одна дома, когда никого не было. Вот вспомни, чем твои занятия любимые в детстве. И тебе говорят, что занимайся этими занятиями. Возможно, вот у кого-то будет развитие именно связано с этими занятиями, с тем, чем вы занимались в детстве. Как-то вот себе позволяйте больше дурачиться. Вот позволяйте этому своему ребёнку внутреннему, примите его, обратите на него внимание. Да, мы все взрослые, но всё равно в нас остаётся наш внутренний ребёнок. Если мы себе не даём позволять себе иногда временами вести себя, как этот ребёнок, если мы не позволяем проявляться этому ребёнку, мы тогда жесткими становимся. Да, вот такие прям взрослые-взрослые, жесткие, напряжённые. И тогда наш какой-то прорыв дольше происходит. Какой-то наш рост дольше идёт. Мечты наши дольше исполняются, желания наши могут быть даже вовсе не исполняться, потому что мы все такие вот скукоженные, серьёзные, что я взрослая, всё вот, я сама буду решать свои проблемы, всё вот такая вот, да. Но говорят, что временами нужно вот снимать как-то себя эту ответственность. Там, я не знаю, ну, к примеру, раз в месяц позволять себе вот выделять для себя день, устраивать какие-то вот такие хотелки свои, исполнять свои хотелки. Вот позволить вашему ребёнку делать то, что он хочет. Да, пойти вот на аттракционы, пойти вот где-то в парке погулять и каким-то вот, я не знаю, мяча погонять, чем вы там любите заниматься. Если у кого-то дети есть, то также говорят, больше времени с детьми вашими уделяйте, вот опять же, вот подурачьтесь вместе с ними, как-то расслабьтесь. И тогда больше вот у вас будет эта энергия течь, понимаете? Не будет такого вот, что я вот, всё, я императрица, я сама решаю свои проблемы, я сама всё порешаю. Да, это так и есть, ну, так и должно быть. Это позиция взрослого человека. Но всё равно нужно позволять себе этому внутреннему ребёнку проявляться, потому что он в нас всё равно сидит. Вы поняли, да? Если не давать ему проявляться как-то, вот не устраивать себе эти хотелки, то со временем вот как-то уже происходит напряжение психики, уже как-то организм не выдерживает, и тогда у нас происходят вот эти вот самые нервные срывы, понимаете? Психи вот эти вот какие-то необоснованные, неконтролируемые. на пустом месте, казалось бы, да, когда вот терпела-терпела, тут на тебе вот на пустом месте что-то там тебе кто-то мелочь какую-то сказал, где-то ты что-то услышала, и ты могла вот взорваться, всё, тебя понесло, Степана понесло. А вот и потому что вы не позволяете вот иногда себе как-то отрываться. Давайте, что для вас ещё скажет ваш ангел-хранитель. Общение, да, действительно, вот общайтесь больше, да, общайтесь больше с людьми, опять же, вот с детьми. Общение также тут может говориться о том, что ангел-хранитель вам передаёт, что больше общайтесь со своим ангелом-хранителем, больше к нему вот как-то мысленно обращайтесь, больше ему вот рассказывайте своих проблем. Вот не подругам, не друзьям, да, а ангелу-хранителю, поддержка, действительно. Скорее всего, что здесь даже идёт не общение не с друзьями, имеется в виду, а именно вот общение с вашим ангелом-хранителем, потому что следующая карта вышла, называется поддержка, что помни всегда, ангел-хранитель вам говорит, «Помни всегда, что ты не одна, да, вы здесь вот одна женщина, вот сама, вот я всё сама, вот засучила рукава и вперёд. Помни всегда, что ты не одна, мы за тобой смотрим. Огромное количество небесных сил, да, все ангелы-архангелы, херувимы и серафимы, мы все тебе помогаем, обращайся к нам, у тебя огромное есть и какая-то небесная высшая поддержка и высшая защита, обращайся к нам больше. Мы всегда тебе поможем». Вот тебе передаёт ангел-хранитель, что «мы всегда тебе поможем». Следующая карта «Божественное руководство». Ну, карты просто прекрасные. Ангел-хранитель вам передаёт прекрасные послания, что вот иди к своей мечте, иди к своей звезде, вот да, не останавливайся, не как-то вот не разочаровывайся. Опять же, вот обращайся больше к высшим силам, к своему ангелу-хранителю. Ну, ещё одно достану. Отпущение. Отпускай всё прошлое, всё старое, которое уже отжило, отмерло, отслужило свой срок в твоей жизни. Да, вот у вас тут было в раскладе коса, две карты косы, Ленарман вышло, что да, вам нужно либо от мыслей каких-то избавляться, которые вас вниз тянут, то ли вы как-то о прошлом вспоминаете, много думаете, либо какие-то у вас страхи, да, отпускай, избавляйся от этих мыслей. Также вот как-то вы за людей, может быть, держитесь, друзья, знакомые, с которыми вам уже не нужно общаться, да, а вы как-то за них держитесь. Либо это может быть даже работа, да, что вам нужно уходить с этой работы, а вы вот из страха всё равно держитесь на этой работе. Либо отношения, может быть, ну, как вариант, ну, по раскладу здесь отношений прям конкретно я не увидела, ну, как вариант, может быть, да, что как-то даже если вы расстались, даже если вы сейчас одна, но всё равно, может быть, вы мысленно возвращаетесь вот эти прошлые отношения, по сути, вы там находитесь, что выброси это всё, почисти вот свои мысли от прошлого, почисти своё пространство, может быть, квартиру как-то очисти, выброси все старые вещи, потому что это тоже всё вот энергетика какая-то вот такая отрицательная, всё тянет вас вниз, не позволяет, чтобы приходило в вашу жизнь вот это что-то новое. Вот такой для вас был сегодня расклад. Ну, прекрасный ангел-хранитель для вас передал сообщение. А вас благодарю за просмотр и благодарю за подписку, за комментарии. и до встречи. Пока!